Русский музей Русский музей Русский музей Русский музей небесный в образ апофеоз святого и таким образом мы можем проследить такой путь духовного восхождения своеобразную духовную лестницу святого приводящего его к совершенству эта икона посвящена очень популярному на руси и вообще и в европе святому георгию этот культ святого георгия зародился еще в пятом веке ну а имел в начале хождения в основном в каппадуги и потому что считалось что святой георгий именно там родился и там произошли чудеса связанные с ним ну а затем пульт распространился практически по всему миру георгий в первоначальных вариантах жития святого георгия говорится о том что он жил при императоре домиане но в более поздние исследования говорят о том что это был император диоклетиан и действие происходило в конце 3 в начале 4 века нашей эры он был воином в и был аристократом получил прекрасное образование и поэтому служил при императоре диоклетиане достигнут достаточно высоких постов но диоклетиан прославился тем что развернул очень большие гонения на христиан и однажды в сенате георгий выступил против него а впоследствии поскольку я уже сказала происходил он из богатой семьи он раздал свое богатство бедным так вот в одном из клей в первом в частности клейме и рассказывается о том и показано то как он раздает свое богатство бедным и далее 14 клейм этой иконы рассказывает нам историю святого георгия но поскольку клейма эти построены примерно по одному принципу георгий расположен в центре по сторонам либо свидетели либо мучители его располагаются и кроме того каждое клеймо еще и снабжено надписью который современному человеку вполне можно прочитать и мы видим как его берут под стражу как ведут к императору диоклетиану и сажают в темницу интересный интересный момент святой георгий в темнице продолжает молиться и похоже что охранники прислушиваются к его молитве как правило клейма читаются как книга сверху вниз и слева направо и вот читая эту книгу мы понимаем что святого георгия за его веру приказывает диоклетиант подвергать всяческим мучениям дабы он от своей веры отказался и далее подробным образом художник древнерусский нам об этих мучениях рассказывает увидим как его крутят на каком-то зубчатом колесе скребут ему его когтями кладут на него тяжелый камень варят в кипятке и даже пилит в голову но обратите внимание на это наверное фиксирует внимание и художник лицо выражение лица святого практически не меняется как будто он не чувствует боли и страха наверное таким образом художник показывает силу необыкновенную силу духа и вера святого георгия но и вероятно молитва помогала ему с этими страстями справляться но а в самом последнем клейме в самом нижнем клейме мы видим сцену казни святого георгия и здесь налицо одна из особенностей древнерусского искусства древнерусской иконы это такое довольно свободное и очень своеобразное обращение с временем потому что мы видим как святой георгий молится перед смертью и палач только-только занес над ним свой меч но он уже наказан силой божией сверху и так эти клейма как вы видите подробнейшим образом нам рассказывают земную жизнь святого но как я уже сказала средний как правило изображается так сказать апофеоз то есть святой изображен уже не в своей земной жизни а в своей жизни небесной и это клеймо рассказывает нам показывает один из самых красивых подвигов святого георгия сходства между этой историей с драконом со змеем и скажем античной истории и античными мифами например персии андромеда ну действительно история очень похожа о том как в одном из городов ливийских городов жил дракон и царь вынужден был отдавать каждый год в жертву дракона приносить жертву дракона прекрасного невинного юношу или девушку и однажды в конце концов очередь дошла до его дочери елисавы и вот в тот момент когда она ожидала своей страшной участи явился на белом коне святой георгий и вот мы видим с вами как на красном фоне на прекрасном белом коне перед нами предстает очень могучий мощный всадник интересно что он даже выглядит немножко больше своего коня что тоже характерно для русской иконы как правило то что более значительно значимо изображается больше по размеру и святой георгий держит в руках копье но это копье никого не поражает потому что он обращается и побеждает дракона вовсе не копью а словом божьим он говорит обращаясь к богу помоги мне победить этого змея и чудо происходит змей послушный змей падает к ногам георгия и по просьбе георгия елисава снимает себя поясок завязывает на шее у змея и ведет его город 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 здесь изображен видеть башни городской и со стен этой городской башни за чудом наблюдают царь царица и некий горожанин вот такая история могут говорят что после этого после этого чуда которое совершил георгий после того как он привел дракона в город весь город включая царя уверовал христианство христианство и обратился христианство не нужно забывать что когда мы говорим о древнерусском искусстве мы всегда имеем ввиду что художники используют такое средство как символ искусство древнерусской всегда символично и поэтому и в этой японии помимо того что рассказана некая история которая немножко похожа на сказку и даже герои этой истории похожи на сказочных героев скажем драконом совершенно не страшно похож на такого змея горымыча скорее но тем не менее здесь есть свой глубокий смысл ведь царевна елисава это символ невинной души человеческой которую соблазняет дракон пришедший прямиком из ада то есть символ соблазна и побеждая дракона тем самым святой георгий спасает душу невинную есть и другая трактовка связанная конечно же с первой это то что елисава и створяет собою церковь а дракон язычество таким образом святой георгий побеждает язычество и приводит к христианству мир как всегда символичен в иконе цвет вы видите что действие разворачивается на красном фоне и вообще такое ощущение что любимые цвета городских иконописцев это красный и белый и это понятно потому что белый это символ святости символ чистоты а красный символ жертвенности ведь тема жертвенности в этой иконе звучит очень и ярко эта икона интересна пожалуй еще и тем что это одно из самых ранних изображений святого георгия в житии более ранее встречается в двенадцатом веке в старой ладоге в георгийской церкви старой ладоги а вообще путь святого георгия на русь пришел при ярославе мудром в одиннадцатом веке так вот наша икона это как бы второе такое подобное изображение георгия в житии но интересно то что как правило в житийной иконе все-таки святой в центре изображался стоящим фронтально торжественно это связано конечно с такой с византийской традиции тем самым он являлся бы представлял вот этот очень торжественный очень вдохновляющий что ли образ а вот такой эпизод связанные с сюжетом как правило помещался в одном из клеем и в византийской традиции и московской иконописи именно так и было но в новгороде и в частности в надгородской провинции мы встречаем именно такие образцы с чем это связано возможно с тем что именно образ георгия змеи борца был особенно популярен особенно близок и понятен то есть образ человека способного защитить от всяких невзгод в жизни стать настоящим покровителем и кроме того возможно в новгородские провинции вот это житие святого георгия проникла не в рукописном варианте а возможно в устном в устных в устных преданиях и поэтому обросло такими всевозможными подробностями и кроме того вот этот образ георгия именно заступника покровитель а покровитель он был и для воинов и для земледельцев землепашцев плюс он его считали землеустроителем конечно же очень популярен был во все времена и как известно впоследствии часто используется даже и в геральтике мы знаем что бывают в гербе и в российской материи и в гербе и в разных местах некоторых других и в разных местах также используется этот образ святого георгия который «цепор-нули»